Международный портал элитной недвижимости и инвестиций Люксинвест представляет Крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании SpanLuxInvest.com Звоните прямо сейчас Подписывайтесь на видеоканал Люксинвест 2010 И ставьте лайки Испания чем привлекательна? Помимо моря, солнца, гор, климата, естественно Тем, что все-таки здесь есть именно европейский стандарт То есть то, к чему мы привыкли уже в Германии Я не знаю, почти что 30 лет в Германии прожил И переехать куда-то там к черту на куличках Не дай бог в третьи страны Это совсем другое Почему именно Бенедон был выбран? И, собственно говоря, потому что здесь есть все Здесь есть интернациональные эти школы И сервис есть Скажем так, я жалею искренне сказать, что я раньше с вами переехал Потому что потерял такие возможности И даже если возьмем недвижимость, собственно говоря Потому что все-таки надо отдавать себе отчет Что в Бенедорме земля небезгранична И ее становится все меньше и меньше И это первое И второе, недвижимость гигантскими скачками растет Новостройка особенно И поэтому как бы... Самое главное, что у тебя там сейчас есть пассивный доход Тоже так же, аренда недвижимости Точно так же ты там ее сдаешь И здесь еще планируешь один этаж давать И точно так же у тебя и здесь будет пассивный доход Который тоже ипотеку будет перекрывать и так далее То есть ты молодец Ты в этом плане себе прекрасно настроил какую доходность И еще дальше по приросту тоже подрастет И ты, опять же, перспективное место выбрал Что действительно земля заканчивается Еще вырастет И будет просто прекрасная вот такая составляющая фундамента А нашего... Ты даже как немногие молодые ребята Ну то есть я имею в виду Есть кто-то там к 50-60 пытается себе создать какой-то пенсионный фонд Так скажем Ты его уже сейчас себе создал И поэтому тут респект Например, мама каждый день звонит Пишет там из Германии И покажите первым делом, что покажите погоду Это первым делом А ты мне звонит Да, да, да А потом, блин... Да, да, ну она там уже и... Ну там в Германии у нас у нас Норд-Уайшленд Это север Германии Где-то 15-17 километров от Бремена И у нас постоянно сырость, серость, собственно говоря Новые бюргеры Назовем их так Что здесь удивляет, что тишина Это что-то... Люди, которые из города приехали Для них это, скажем, это как бы ненормальная обстановка Тут тишина такая Ты выходишь, например, выходишь вечером, ночью Выходишь на сам комплекс Можешь внутри погулять И везде тихо Посмотри, какая красота Вот Затем, зачем мы здесь В этом комплексе И вообще в этом месте Именно вот этот район Фенестрат Он просто замечательный Посмотри, как красиво на Бенедорм И тишина Такие цвета Просто вот Красота Лепота И цвета И закат И закат розово-фиолетовый Бирюзовый Какие-то вообще Неземные цвета Я так всегда стою И наблюдаю на это Все зрелище Просто вот прям Каждый вечер хочется на это смотреть Вообще Кто еще закат И раз Кто рассветы любит Так Я люблю закаты Ну тут Что еще Я считаю, что вообще обалденно То, что у нас есть и выход На двор комплекса И там тоже виды И на комплекс И на горы Да Собственно говоря Тоже обалденно Потому что Ну здесь И есть и солнечная сторона Да И есть и теневая Кому больше нравится Как бы вот в тенечке находиться У нее есть возможность И Естественно Кто больше на солнышке Любит находиться Ну а виды Вот ради этого Мы сюда и переехали Да Так что приглашаем вас К нам сюда В наш любимый Бенедор Чтобы не ходить Как-то пешком далеко Вот именно Автобусное сообщение Мне очень нравится В этом месте Мне кажется Это одно из единственных Вот мест В Испании Где это сообщение Хорошо налажено Конечно Не считая Валенсию Барселону Такие как Крупные города И Очень близко Расположены магазины Продуктовые наши Все меркодоны Концунки Фуры Это очень удобно Тоже все в пешей доступности Рыночек наш шикарный Рыночек Да Это тоже продуктовый Замечательный То есть Мы вообще живем Очень близко По отношению к нему Да Буквально там 100 метров Мы вышли И можем купить Свежие фрукты Буквально От фермерских Вот коллективов Которые действительно Очень Классные Классные Да И большие И сладкие Ну то есть Все спелое Все суперское Прям Два урожая в году И все время Все разное Это место Еще чем мне понравилось То что климат Здесь и не тепло И не холодно То есть Это оптимально И по влажности То есть Влажность Она Настолько Комфортна Что вроде бы И не совсем так Что белье Невозможно Высушить И в то же время Увлажняет кожу Когда мы приезжаем Вообще Не сохнет Да Да У меня в России Тоже это была проблема Да Вот когда мы приезжаем Буквально недельку Находясь в Испании Мы сразу замечаем Изменения в своем здоровье Во-первых Метаболические процессы В организме Они все улучшаются Улучшается качество кожи Она становится увлажненной Причем Когда мы уже покидаем Испанию Как только садимся в самолет И уже подлетаем к Москве Кожа сразу уже начинает сухнуть То есть сильно Вот эта разница ощутима Когда вы живете Может быть не замечаете Этих моментов Я наоборот помню Вот прям где-то сухость была В пальцах Я правда Даже кремом не пользуюсь Для рук Правда Да Это такая история Да Действительно Этого не надо Да Особенно тоже мы замечаем Когда приезжаем к вам На летний сезон Когда более долго находимся Начинается активный рост Волос Ногтей То есть продукты Продукты именно Испании Это наверное лидеры По сравнению Со всеми другими странами Европы И так далее Именно кальция Сыр не обучает вкусный Соответственно Витамин Д Солнце Потому что много солнечных дней Именно в этом месте Мало дождей Я так поняла Да Потому что там где мы раньше жили Периодически шли Проливные дожди В определенные Причем дни Как-то июль месяц Он считался каким-то Очень таким дождливым Вот на Дваленсии Такая история Скажу дистанционно Я уже не опасалась покупать Потому что Это та покупка Которая уже нас научила Да Как передавать документы Удаленно Какие-то финансовые Делать платежи Я уже понимала Что этот процесс Тем более спустя годы Он довольно-таки отлажен Да В плане Кстати вот очень много тем Я говоря не стала больше Собстраняться А именно вот как адаптация Проходит Потому что все-таки У нас 12 лет Да Прошло именно в Испании Вот эти периодические поездки Тем более мы очень Много чем можем поделиться Любовь Любовь к Испании И почему она не проходит Да Да То есть это по факту Потому что мы сейчас До сих пор остановились Все равно на Испании И мы не изменяем Испании Ну я думаю что вы Около 100 тысяч Где-то уже заработали На своей Это прям Ну по прайсу То есть прям видно Вы заметили это? Ну реально Конечно Мы эту муть не рады А вот Потому что мы первенькие Потому что мы ищем Вместе Вот раз друг с другом Что-то находим И что-то выдаем И как всегда Умные люди Вовремя Вовремя надо действовать Вот так вот Конечно А так мы очень ждем Прямо когда мы Сможем приехать И отметить Отметим Я помню Как мы в офисе Все перезнакомились Еще с нашими покупателями Все друг друга тоже Тоже таунхаус Кстати да И так интересно Еще молодые тоже Все таки Будет с кем Шашлычки пожарить Помните Мы сказали Да Я помню Я все помню Мы обязательно Соберемся Кто будет шашлыки жарить Мы уже знаем Нет Ну это абсолютно реально И я вот точно могу сказать Что комплекс классный И его можно спокойно Только поддистанционно Тут Ну там Не знаю Это уникальное место Только у них больше Мне кажется Во всяком случае Даже в такой Наверное цене Сейчас Конечно Чтобы и море так близко И парк Ну все В общем Магазины Там не знаю 10 минут Сколько там Там 10 минут 7 Да На машине Так что близко Все хорошо И озеро Чем-то далеко Как оно назовем Да 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 Люди обо всем поговорили Интересно Все Ну вы звоните еще Если что С удовольствием Мы решили что Мы имеем полное право Довериться Это Лене Ее компанию Ее опыту Первое И самое главное Это опыт Опыт Без которого Любое дело Я считаю Ну На волоске Висит А когда Ты знаешь Человека Знаешь Опыт Этого человека Не понаслышке А видишь Что человек Купил себе Там же квартиру Значит Человек Знающий Значит Человек Знает Что делает Вилла Хареса Она очень Оперативно Строится И оперативно Раскупается Поэтому Мы посмотрели Тенденцию Что Уж очень быстро Улетает Все меньше Да Меньше И меньше То есть Надо что-то делать Надо Как-то двигаться Вперед Поэтому Было решено Сделать Предоплату Зарезервировать Эту квартиру Вернусь К вопросу О важности Людей Которые Тебя Сопровождают На самом деле Это Очень важно И это Очень необходимо Когда Есть тот Человек Есть та Компания Которые Тебя Ведут За ручку Не стесняюсь Так сказать Этого слова Потому что В данной ситуации Чужая страна Мы Слепые Хотята Мы не знаем Многих нюансов Связанных С работой Банков В юридическое Сопровождение В данном случае Вы нам Показали Все Что было Нам необходимо Поэтому Я очень Благодарен Вашей компании Лен Спасибо Просто Великолепно Вот ради Этих слов Ради этих слов И не только Работаем Мы живем Как всегда Объединяя людей С такими Взглядами С такими Грамотными Подходами Во всем Не только В недвижимости В инвестициях Нет Просто в нормальных Человеческих вещах Это правильно По-моему Так и нужно быть Потому что Дорогу осилит Идущий Главный Тезис Вы идете Вы идете Вы двигаетесь Но Но больше всего То что Вы влекаете За собой Вот это Очень важно И Это такая Отдушина Получается Вот для нашей Семьи Это отдушина Правда Потому что Не зная бы вас Я даже не знаю Как бы мы Как слепые котята Там бы ныкались Что бы мы там Искали Где там Как там В этой ситуации Все правильно Когда компания Развивается Она Ставит перед собой Очень серьезные цели Ставит серьезные задачи И потом Это все Окупается На данный момент Вы Вы поддерживаете Свой класс И повторюсь Вот наша Дистанционная покупка Она показала Ну Во-первых То что Люди у вас Толковые То что Разбираются То что Знают Что делать И И благодаря Им В принципе Наверное Вот этот шаг Был Сделан Очень Такого Правильно И я считаю Что Мы бы проиграли Если бы мы Ждали время На поездку Я думаю Я уверен Что мы бы не успели С покупкой Именно Второй Учили А помните Было Такое Сомнение Было И вы такие Может быть Все-таки Доедем И так далее Я говорю Ребята Не теряйте Время Это действительно Где-то Моя Моя Даже Настойчивость Правда Всем Сомневающимся Не сомневайтесь Будьте Увидены Лена Поможет Спасибо Большое Это правда Хорошо Мы ощутили Мы это Осознали Про деньги Будем так говорить Поэтому Ребята Верьте Верьте Что есть Добро Что есть Нормальные Четные люди Которые могут Помочь И оковать Неимоверное содействие Ну вот мы зашли И вот Нам сразу понравилось Мы так как-то Захотели здесь остаться Да Очень красивый дом Очень красивая территория Ухоженная Зеленые газончики Детская площадка Бассейн Паркин Кладовочка Внизу Ну и все Такое Новенькое Стильное Красивое Современное Единственное Мы очень переживали По поводу сдачи Как мы будем ее сдавать Потому что Это все-таки Не первая линия моря И переживали Что это не Бенедорм А Лакала Но так как Будут хуже сдачи Но так как Мы все-таки Рассматриваем ее Для жилья То мы потом Примеряли на себя Бенедорм Там очень шумно До жизни Не очень подходит До сдачи Возможно Но сначала Мы так переживали Что это будет плохо сдаваться Но как показывает практика И жить в ней хорошо И сдается она хорошо Ту-ту-ту-ту-ту Вот Но опять же Спасибо Лене Что оперативно Все когда у нас уже была Критическая ситуация В банке И нам собирались Все уже отказывать вообще в переводе через третьих лиц и полностью блокировать счет. Лена быстренько все разрулила, подключилась, и все там у нас порешалось быстренько и хорошо. Опять же, потом мы оформили на Лену доверенность, и, в принципе, все уже прошло гладенько. Потом с помощью адвоката нам все документы подключили, переподключили воду, свет, всякое такое. Приезжали мы один раз, чтобы выбрать, посмотреть, а второй раз приехали на уже, собственно, подписание на саму сделку. Но тогда у нас не получилось перевести деньги, поэтому мы сделали. Всего было два приезда, чтобы все уже окончательно подогнать под покупку, а покупка уже произошла без нас с помощью этой же. Спасибо. Здесь были в Кальпу, очень нам нравится там классный рыбный ресторанчик. Опять же, недавно были с ребятами, с друзьями приезжали, там прям привезли свежайшую рыбу, выгружали ее. И вот прям она вот такая вся, еще, еще там пытается что-то сказать, и последние слова. Ну, в общем, свежайшая рыба, свежайшие там креветки, морепродукты, все, очень нам нравится. В Дене побывали, ну, вот это из-за круги, на водопадах были, очень красивые водопады. Были вы уже много, на самом-то деле, еще мы нашли еще кучуточек, где бы не были всякие терамитики, тераматуры, конечно, нет, да, да, но это мы оставляем на потом. Если вы будете покупать недвижимость, я очень вам рекомендую, это Елена. Спасибо. Да, ее агентство, то есть это гарантированно, что будет цена-качество, и будете довольны, останетесь. Спасибо. Ну, а вы выбрали все-таки не сам Бенедорма, а пригород Бенедорма, именно новый свежий район, ухточку отдельно, заповедником Сосновым. Я объясню, почему, потому что мы, у нас остановочка рядом с домом, два автобуса очень таких вот, ходит через каждую по числе 15 минут, стоит поездочка полторы евро, в любой конец. И вот приезжаем, там, конечно, в центре, ну, кипит жизнь, как наш Арбат, там магазины, тоже народ много очень приезжает. А мы потом, назад, когда возвращаемся, у нас тишина, у нас тоже играет такая легкая музыка, машин мало. И, в принципе, для своего возраста, я считаю, даже для любого, здесь отдыхать можно, поехать, пожалуйста, в центры, где много, как говорится, развлекательных таких мероприятий. Еще вот я хочу заметить, что очень легко все, значит, обслуживание, коммуникат, вот этот вот коммунальные платежи, тоже книжка есть в Сбербанке, ну, это Сбербанк у нас, а тут банк, и они снимают все платежи автоматически. Мы приезжаем, счет проверили, пополнили, насколько нужно, и забыли вообще, что это такое. Не нужно бегать, не платить ни за газ, ни за свет, ни за, да, ни за какие коммуникации, в связи с тем, что банк и налоги, все, 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 берет банк, расплачивается. Ну, главное, что нет большой суеты, и главное, контролирует эти снятия, и все. Да, да, нам только приходят потом подтверждающие документы в виде писем, что да, оплачены, все нормально, все хорошо. Вот у меня стиральную машинку решила поменять, я приехала в Карифур, буквально несколько остановок на автобусе, и, значит, выбрала, заказала, очень дешево, у нас эта машинка бы стоила несколько раз стиральную, дороже, на уровень на целый, и пришла, сказала адрес, показала паспорт, я по-испански практически мало что говорю, но они меня понимают, я, как говорится, все, что я хочу сказать, они меня понимают. Значит, выписали машинку, на следующее утро они приехали, и я говорю, а как со старой? За одну секунду они погрузили, забрали, подключили новую, буквально полчаса у меня работает, я вообще проблем не знала, что привезли, поставили, старую забрали. Так же с холодильником было. Отлично, да. И все улыбаются, все ходят и улыбаются, здороваются, знакомые, незнакомые, ола, ола. Я еще говорю, оля или ола? Нет, приезжайте, приезжайте, отдыхайте, увидите, вот сами увидите все, то, что я сказала, это действительно, вот, можно все это посмотреть самим. В отличие от России, при виде полицейского, ты только улыбаешься, они тебе улыбаются в ответ. Люди очень приветливые, незнакомые люди, здороваются с тобой, к этому тоже не сразу привыкаешь, но довольно быстро. Я настойчиво рекомендую вам Локалу раз, и не менее настойчиво рекомендую вам сотрудничать с Люксинвестом, с Еленой, которая не только помогла нам в приобретении, полностью обеспечила всю документальную сторону этой непростой процедуры. И здесь, в Испании, это совсем непросто, следует сказать, но и продолжает помогать нам, поддерживать советами и действиями в любое время, несмотря на свою очень высокую занятость, она всегда откликается на мои звонки. Нет, все обалденно, все просто, замечательно. Квартиру покупили, спасибо вам. Спасибо. А с самого начала прям вели-вели все дело, и как бы не бросаете нас постоянно. Какие-то вопросы все время появляются, но как бы всегда вовремя все так это четко, несмотря что в Испании это маньян, это самое главное слово. Мы привыкаем. Разочарований вообще нет, вот два раза в год ездим, ну как-то что-то маловато, а мне это все, собираюсь на пенсию выйти, жить здесь. Вообще скучать как бы некогда, просто даже не хватает времени, когда уже собираешься уезжать, столько еще было задумано на следующий раз, в следующий раз еще больше появляется. Это от характера зависит, потому что я так же, когда бы не приехала, мне всегда что-то интересно. А есть люди, которые говорят, а нам скучно, а мы не знаем, что делать. Я говорю, как можно здесь скучать вообще? И когда их берешь и везешь куда-нибудь, один, два, три, они говорят, мы уезжать отсюда уже не хотим просто, потому что действительно бесконечная, количество куда ездить, одни равные приезжают ко мне, я езжу на одни пляжи, на одни какие-то развлекательные, там водопады и так далее. Другие следы приезжают, уже едешь совсем в другую сторону, опять же и в Валенсию, и в Аликанте, и куда-то в горы, какие-то бодеги. Уезжаешь отсюда, думаешь, надо учить язык. Приезжаешь, ну в принципе, без него обходишься, все равно, надо учить. Ну там, как-то он не учится, надо здесь жить. Надо жить, ну потихонечку приедем, скажем потом, преподаватели или курсы. Здесь есть курсы совершенно разные, есть по 40 евро в месяц, а есть, например, такие быстрые частные курсы, которые за 500, за 400 евро в месяц можно. За три месяца плотного обучения выучить испанский язык совершенно просто и легко. Спасибо вам, что получается, мы-то вот ходили только где-то подписать, все работу-то сделали вы. Спасибо, да, старались. А так-то вот если заняться, конечно, я представляю, с их маньянами, с испанскими, как-то тяжело. Очень была сложность такая процедура. И мы это не почувствовали, потому что как бы пришли, расписались, пришли, расписались, все назначено, все четко так это. Не передать, я же не показываю, как сколько всего, я бывает, нюансов. Особенно, правда, про маньяны и про бюрократию банковских работников, то есть, это все системы. Настолько сложно было именно оформление вот именно каждой квартиры, которая от банка, но потихонечку, полигонечку, зная уже все нюансы, двигаешь, добавляешь, докапываешься до них и доводишь до конца. Рекомендуем всем, кто хочет где-то иметь такую очень дальнюю дачу, а возможно, в будущем и место своего, так сказать, пребывания, это местность вот этого человека, который занимался нами. Рекомендуем даже наши друзья уже все там заинтересовались, как бы заинтересованы, уже спрашивают, тоже хотят, поэтому в дальнейшем, Лен, и тебя будем рекомендовать. Красиво, хочешь работать, 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 с удовольствием. Интересно, по-моему, в Алтай, да, находится церковь, русская. Русская, да, в Алтай. Находится русская церковь, ну, до него, кстати, не разу так и не дают. Очень красивая церковь, деревянная, очень просто богатая, но сейчас есть еще одна, точнее сейчас есть на локале, крыльный приход, уже он около трех лет существует, и проводят всякие мероприятия, праздники, то есть и батюшка перешел из той церкви из Алтайи к нам сюда с хором, и вот кого это направление интересует, тоже здесь есть у нас на локале. Это, кстати, мало важно для нас, ну, опять-таки, некоторые приезжают сюда, спрашивают, смотрят, приглядывают, ну, не все так быстро, как говорится, делается, кто-то тоже планирует там здесь жить вообще полностью, кто-то просто приезжает отдохнуть, опять-таки вопрос с арендой, допустим, ну, тоже меня спрашивали, а есть ли аренда, там еще что-то, я говорю, ну, допустим, я там сам буду находиться, вот, ну, опять-таки, могу порекомендовать, вот, то есть даю телефон Елене, и, собственно говоря, я, ну, еще пока не жаловался, да, то есть всех, все, ну, как и двои друзья, вот сколько лет они назад покупали, шесть лет назад, и за ними еще приехали, их друзья тоже покупали уже давно, все довольны, мы все дружим, мы все общаемся. Это какое-то удивительное совершенно, на мой взгляд, место, в котором сочетается спокойствие, красота, вот это ощущение южной какой-то абсолютно природы и в то же время какого-то свежего воздуха постоянного, какой-то очень ровной температуры очень доброжелательных людей вокруг, которые здесь живут, и все это вкупе, оно, собственно, и дало то, что у нас появилось такое желание, просто желание здесь тоже купить квартиру. Мы оставили доверенность, и мы не приезжали сюда даже для заключения договора. То есть вы все нам подписали, все документы нам выслали, в общем, мы в полном комфорте, нам единственное, что пришлось сюда приехать, это личное присутствие понадобилось для получения вот полиции этой бумаги, как она, айти, да, номер, айти, да, номер, айти, да, номер, айти, да, номер, сажали, да, причем тоже нам заняли очередь в полицию, мы пришли, и буквально там полчаса, час у нас это заняло нашего времени, и мы получили эти бумаги, а все остальное, так, сегодня мы едем к нотариусу, за нами приезжает на комфортабельном автомобиле, мы садимся, нас отвозят к нотариусу, нотариус уже все готово, мы что-то там подписываем, нам переводят, ну, в общем, как-то все очень четко, видно, что люди знают свое дело, и у нас сразу возникло чувство доверия, о чем мы не пожалели ни одной секунды. Кстати, компания Люкс Инвест предлагает свои услуги и по аренде машин, можно вообще с этим делом не заморачиваться, они могут встретить нас, они встречают нас неоднократно в аэропорту, то есть у нас здесь надежный партнер, которому мы доверяем, который в любой момент придет нам на помощь, и это замечательно, это снимает вообще кучу всяких проблем. Приезжайте сюда, работайте с Люкс Инвест, у вас не будет никаких проблем, а Коста Бланк одно из лучших мест, я думаю, даже в мире. Спасибо. Но на самом деле, вот жизнь в Испании, это достаточно такой эмоциональный переход для тех людей, кто большинство своего времени, своей жизни прожил немножко в другом регионе. И часовой полюс другой, климатический другой мир, большее количество перемен, сезонов. Это вот интересно. Конечно, зима, осень красивая или весна, которая у нас, но они тоже эмоционально тебя заряжают, и поэтому может быть много талантливых людей в нашем мире вот этой средней полосы, российской, белорусской, украинской. Но здесь, в Испании, получается, что ты попадаешь вот в какое-то лето. То есть мне показалось, что здесь круглый год лет. Я хочу сказать, что абсолютно здесь привязка к конкретному пляжу абсолютно не нужна, потому что пляжи большое количество, имея небольшую маленькую машинку, на которой ты не задорого, потому что расстояния-то небольшие, в принципе, ты перемещаешься по периметру вот этой прибрежной полосы и по совершенно невероятно хорошим дорогам, которые подсвечиваются, которые абсолютно все ухожены. Вы не найдете здесь ямы для того, чтобы потом чинить подвеску. Забудьте про это. Просто забудьте. Вы не найдете здесь непродуманной развязки. Вы не найдете здесь экстремальной аварийной ситуации, когда наглые водители совершают на дорогах такие маневры, которые граничат со здравым смыслом. Здесь этого нет, господа. Здесь другая культура. Свой угол зрения, поменять свой образ жизни и чего-то посмотреть и попробовать в жизни еще другого. Новых, Лена, эмоций. Ну, ничего не трогала. Ну, как бы трогала, ну, как бы зачем? Кроме одного раза, когда зашли и посмотрели видовую квартиру, которая выходила прямо на пляж, на море, на паненте. И все. Моя жена сказала, больше никуда не пойдем, будем жить в этой картинке. В чем даже вот в картинке именно природной картинке. Это вот не сама квартира даже. А место именно. И вид. Хотя можно было выбрать по качеству площадь квартиры, по качеству, по новее, по другому месту. Но то место, которое выходило на пляж, и весь Бенедор просматривается с этого окна, нас впечатлило. И мы купили эту квартиру. И не жалеем. Я вчера, буквально позавчера, вычитал в интернете, что Испания к 2024 году станет лидером по средней продолжительности жизни в мире. Будет средний возраст, там, 85 с половиной лет. Это будет выше, чем в Японии, где там считают. Ну, в среднем, если усреднить-то. То вот этот климат, жизнерадостность, солнце, и так далее. А это вот позволяет людям жить, да. И даже если они курят, то все равно живут долго. А если не курят, то они, по-моему, не умирают. Находимся под впечатлением просмотра экскурсии. Очень доходчиво показали, очень наглядно. Рассказали, показали. Дали прочувствовать на своей, так сказать, коже, что к чему это все придет. Очень нравится Испания, уголок. Экскурсовод, он же, она же, Елена, которая хозяйка этой компании, которая нас сюда привела и обслуживает нас уже в более четырех лет. Вот подумываем, надо ли нам это. Мне кажется, что надо. Вот, может, жена что-нибудь добавит, и это склонит меня окончательно. Я точно добавлю. А сейчас хочется сказать просто спасибо Елене. Спасибо большое. Да, Елена, помню вас всегда, любим вас всегда, и всех, всем рекомендуем Елену Кофейникову. До свидания. Международный портал элитной недвижимости и инвестиций Люкс Инвест представляет Крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании спенлюксинвест.ком Звоните прямо сейчас. Подписывайтесь на видеоканал Люкс Инвест 2010 и ставьте лайки.